Тезисы, в которых упоминается о Бог, будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Конституции сенатор Андрей Клишес. Принцип светского государства останется в основном так называемом законе, однако, по словам Клишеса, в России вера в Бога была одной из основ развития государства и человека, поэтому это положение должно найти отражение в Конституции. Принцип светского государства предусмотрен в статье 14 и 28. Эти положения останутся незыблемыми, сказал Клишес. Подчеркнул также, что в России, как и сейчас, можно будет исповедовать любую религию или не исповедовать никакую. Помимо религиозных тезисов, в Конституции закрепят необходимость уважать память предков. Ну, как вы сами понимаете, все эти танцы с бубном вокруг Конституции продолжаются. Очередной вброс, естественно, для того, чтобы создавать информационную повестку, для того, чтобы на первых и прочих пропагандистских каналах начали активно обсуждать этот вопрос, стоит упоминать Бога в Конституции, не стоит его упоминать, нужно говорить о защите предков непонятно каких или вообще таких слов вписывать не надо. И мало кто понимает, что подобные вбросы делаются исключительно для того, чтобы отвести фокус внимания от основной причины замены Конституции. Я уже говорил своим слушателям, в смысле тем, кто со мной на одной волне, отслеживайте, пожалуйста, кто называет вот эту поправку Конституции госпереворотом. Только эти люди действительно правильно воспринимают ситуацию, на самом деле оппозиционно относятся к Кремлю. Все остальные, кто называет это правками Конституции, возможно, поводом для дискуссии, рассмотрения и так далее, все это люди, обслуживающие эту тему. Понятное дело, что Бог ни в каком протекционизме не нуждается. Бога не нужно нигде упоминать, в этом нет ни малейшей необходимости. Религия и вопросы Бога – это очень интимные вещи, связанные с совестью, представлениями человека, его мировоззрением. Это никаким образом не относится к государству. И тем более государство, закрепившее себя как светское государство, совершенно непонятно, почему с какого перепугу в каких-то там статьях все-таки упоминается о Боге. Но на самом деле люди, конечно, понимают, что все это не имеет ни малейшего значения. А вот что имеет значение, на что нужно обращать внимание, конечно, единственный факт, и его не будут обсуждать ни в одном месте, ни на одном канале телевидения, это факт создания госсовета. Вот это и есть то, для чего меняется сейчас Конституция. Я вам предлагаю послушать, ну, такого кремлевского шута, который уже постепенно выживает из ума и, так сказать, нет-нет, подпускает в информационное пространство ценную информацию, сливает иногда. Ну, это уже в силу того, что он не вполне хорошо соображает и слишком проговаривается. Ну, говорливый шут. Благодаря этой его способности люди научились различать, что же на самом деле творится на кремлевской кухне. Итак, послушаем этого человека, который абсолютно точно объясняет, для чего создается госсовет и к чему все это привезет. Через шесть лет. Вы знаете, что вообще выборов не будет? Вот я вам сейчас говорю. Девушка, вы на меня смотрите, вопрос. Выборов больше не будет. Это были последние выборы президента. И надоело подтасовку делать. Будет госсовет, коллективный орган, где председатель госсовета с правами президента будет выбираться на заседание госсовета. А госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, зенаторов, депутатов. Человек 30-40. Будет сидеть в этом георгиевском зале Кремля. Поэтому это последние выборы. Им больше это не нужно, как Си Цзепинь. Все, он будет теперь пожизненно. Будем хоронить его, как Моу Цзэдуна. Они убрали ограничения по двум срокам. И так вы все услышали. А знаете, что самое интересное? Самое интересное то, что эти слова Владимир Вольфович сказал два года тому назад. На выборах 2018 года, последних, как он сказал, выборах президента. То, что это последние выборы, Жириновский на пресс-конференции сказал минимум пять раз. Ну, тогда эти слова прошли не очень заметно. А сейчас, через два года, когда появилось само слово «госсовет» и становится очевидным, к чему все это идет, вдруг стало понятно, что два года тому назад Жириновский сливал ценную информацию. Вернее, проболтался старик. Но вы уже сами заметили, не вполне в форме. Тем более, у него хроническое недержание речи. И вот такие пробелы случаются. За что мы и благодарны Владимиру Вольфовичу. Кстати, на другой вопрос, почему он не уходит с лидерских позиций в своей партии, Жириновский отвечает следующее. Предложите МХАТ, чтобы Табаков ушел бы до смерти. Чего он до смерти там сидит? Ни один худрук не ушел. Предложите Путину уйти. Никогда не уйдет до смерти. Ваши главные редакторы уйдут куда-нибудь? До смерти. Так и во всех театрах, во всех ресторанах, во всех редакциях, во всех... Ректор вуза. Ректор МГУ, чего не уходит? Садовничий, сколько можно? Председатель Конституционного суда, чего он не уходит? Председатель Верховного суда, чего он не уходит? Собянин, чего он не уходит? Сперва пусть все обновятся редакции ваши, тогда, может, будем решать дальше. Можно было бы тоже не очень-то обращать внимание на слова пожилого человека, но на самом деле в этих словах есть очень серьезная истина. В России все цементируется, зацементировано до такой степени, что нет никакой возможности создания социальных лифтов. Вот Жириновский очень четко описал ситуацию. Вы говорите, почему первое лицо не меняется? А где вообще хоть что-то меняется? В ресторанах, в театрах, в университетах, в школах? Хоть где-то что-то меняется? Или человека, как правило, в России выносят вперед ногами и только потом ищут ему замену? Это я говорю тем, кто думает, что после смерти Путина что-то изменится в этой стране. Нет, господа. Система устроена таким образом, что человек, попавший там на хлебное место, сделает все для того, чтобы не просто остаться на нем до конца, но и обеспечить это место своему потомству. Я помню, как несколько лет тому назад Андрей Пианковский писал большую статью. Статья была о том, что в России давным-давно создается и сейчас достигла своего совершенства система потомственной аристократии. Каждый сидящий в министерстве министр, каждый военный член, каждый более-менее заметный директор или управленец имеет сына, дочь, племянников и прочих, и они всех их готовят себе на замену. Вам, господа, там места не будет. Никогда. Ни вам, ни вашим детям. Ваше место – работать, платить налоги и выживать. В случае чего – отправить детей на очередную войну. Вот и все. А все остальное в России в мафиозном государстве не будет меняться никогда. Даже если вдруг по физическим причинам произойдет смена первого лица. Все остальные миллионы маленьких Путиных никогда не уступят никому своего места. Вы представьте, какие нужны усилия для того, чтобы поломать такую систему, для того, чтобы миллионы чиновников, богатых, зажравшихся, людей, вцепившихся мертвой хваткой в свои места, попытаться сдвинуть. У вас ничего не получится. Ни в ближайшие 30, ни в ближайшие 50, ни в ближайшие 100 лет. Такая система в России была всегда. И она остается такой по сей день. Последние, заключительные и очень правдивые слова Владимира Вольфовича. Азия. Мы – Азия. А Собчак хочет в Европу. Она пускай едет в Польшу или в Литву. Там – Европа. У нас – Азия, поэтому здесь не надо мечтать. Что количество ваших жалоб в ЦИК хоть миллион будет. ЦИКу на вас наплевать. Страна монархическая. Как был царь Николай Александрович, генеральный секретарь и сейчас. Это цари в Кремле сидят. Но для видимости, для Запада, ну, демократия есть. Вот мы проведем выборы. Ну, другие партии есть. Но власть в руках одного кремлевского чиновника. И для видимости, его обслуживает партия. А жалобы, ну, чем? Миллионы напишите. Все бесполезно.